Республика и Шарглавок Сергей Миняйлов и Мболт, Баштай экономикон райрешт министр ходива к Сергею Назаровима, ама Кавказ штал в РФ генералон-директор Андрей Юмшановима. Республика машидышты кушак балсан хачцы цагат и рештон райрешт ганантыл шайрагдарк абаштарай халин акфар штатал. Умэуалдай сарджет ваварта фахушдарканан федералонам вожадылся проекта ама программа танфидаркотой удоныл. Зыртой ма дуамин автошамажы уараши хисавады фидаргон дмазалтыл, ама дуамин артинамажы уонг арашт ражмасыд экономикон проектал. Сергей Миняйла кутфабаракота автама и куштета саунз амархайдкангаяшты федералон центры ахушай. Хисанэй ныхаш сад мамышона проекта ама сарануат он коммуналон хазарады райрешты программайл. Республика приняла решение по воде, причем это достаточно большой объем, порядка 70% полезного отпуска, по экономически обоснованному тарифу. Ну, исходя из того, что это достаточно процесс был такой запущенный и, конечно, рост тарифа достаточно большой. Для того, чтобы выровнять ситуацию, или точнее не создать социальных каких-то напряжений, Российская Федерация взяла на себя обязательство датировать бюджет для населения. И тогда, соответственно, выровнять эту ситуацию в течение трех-четырех лет, не повышая выше той динамики, которая была населению, сбалансировать работу вообще коммунального комплекса. У нас с 1 февраля действует уже, работает объединенный водоканал. Все активы централизованы в этот водоканал. И мы сейчас пересматриваем, в связи с тем, что тарифные решения были приняты вот на прошлой неделе, вот мы сейчас пересматриваем заявку на компенсацию межтарифной разницы. То же самое мы рассмотрели сегодня и теплоснабжение. Вот там ситуация, это тоже, ну как, десятками лет, там ситуация немножко сложнее с точки зрения централизации этих активов в единое предприятие. Но конструкция, она такая же, как поводоснабжение. Централизуем соответствующий имущество, соответствующий тариф и соответствующая межтарифная разница. И тоже поэтапные решения. На сегодняшний момент определены все исполнители тех работ, которые будут, все поставщики канатных дорог. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, как только наступит строительный сезон, мы начнем с работы по уже непосредственному заведению тех объектов, которые существуют. И выйдем в срок начала полноценного горнолыжного сезона 2024-2025 год.